Малые сытинские чтения В которых участвуют школьники 9-11 классов Какое имеет значение проведение таких научных конференций Для людей, которые делают свои первые шаги в науке? Проведение таких конференций, чтений И конференций особенно для молодых ученых Это огромное-огромное дело Потому что если нет первых шагов в науке Откуда появятся следующие шаги? И если сейчас не дать возможность выразиться В научных изысканиях То, скорее всего, мы упустим поколение И дети не захотят заниматься ни гуманитарным спектром знаний Ни прикладным И чем является государство без науки? Фактически ничем Наука ведущая в нашей современной жизни Поэтому подготовка молодого поколения Смены, передача потенциала культуры научных изысканий От старшего поколения к молодым ученым Это крайне важно Вы будете представлять какие-то проекты на сытинских чтениях? Я очень надеюсь, что это будет интересно Сегодня я буду разговаривать о истории ГТО О тех нюансах, которые обычно широкая общественность не знает И не только с точки зрения хронологии Но и с точки зрения ГТО Как социокультурного явления Которое задействовало и прошло через многие стороны жизни наших сограждан Это явление очень длительного периода От 30-х годов до практически 80-х Поэтому это почти вся история советского государства Через призму одного феномена Очень надеюсь, что нашим молодым коллегам это понравится Они услышат какие-то новые факты для себя Возможно, это смотивирует их и на занятия Не только научной деятельностью Но и физической тоже Перед началом чтения была анонсирована презентация мундира Что это за мундир? И не могли бы подробнее про него рассказать? Мундир будут показывать мои ульяновские коллеги Все-таки это их заслуга, их находка Это действительно отличный пример того Как музейные сотрудники находят артефакт Представляют его и составляют научную вокруг него работу Просветительскую, образовательную Это очень интересный артефакт Но это дело моих ульяновских коллегами Потому что им принадлежит честь и заслуга На находке подобного рода От музея спорта Вы не будете здесь не представлять Какую-то работу Только вот исключительно про ГТО Сегодня у меня будет 50-минутная лекция Авторская с этими самыми молодыми учеными Нашими юными коллегами Надеюсь, что это будет интересно В этом году малые святинские чтения Посвящены во многом юбилею Великой русской революции А ГТО получается у нас тоже некий продукт Этой той самой революции Это, прошу прощения, не совсем верное суждение Нет Молодое советское государство Понимало необходимость физического воспитания И образование огромного населения Которое не имело ни малейших понятий Уггене, основах медицины, прикладных навыков Которое это население элементарно надо было чем-то занять Потому что по факту вот эти люди Сельские жители, рабочие Они не были вовлечены в, скажем, государственные процессы И это та же самая работа с молодежью Те же попытки найти взаимодействие Не просто взаимодействие в плане идеологии Но и внедрить полезные знания для населения К тому же уже все понимали, что скоро война И знания должны быть не какие-то, а конкретно прикладные И ГТО это не первый комплекс Который предлагался молодому, прежде всего, населению Для того, чтобы развивать прикладные навыки характера В том числе военизированного Хотя большая часть знаний употребимо одинаково была Как в мирной жизни, так и в военное время И это не первый комплекс До этого существовали еще разные, скажем так, проекты Которые запускало правительство Для того, чтобы вовлечь молодежи в регулярные занятия физической культурой и спортом Дать какие-то элементарные представления о гигиене, медицине Прикладных практиках различных Потому что, например, одной из дисциплин ГТО было умение водить технику Это мог быть мотоцикл, автомобиль или трактор Ну и так далее И это совсем не продукт революции Это прикладной продукт того периода и того состояния, в котором оказалось общество ГТО, не относитесь к этому как к политизированному явлению Это одна из величайших находок технологических С точки зрения именно работы с населением Когда комплекс готов к труду и обороне выстраивался очень разумно В нем были задействованы все физические качества Человек должен был развивать силу, ловкость, быстроту, выносливость Он должен был изучать практические навыки А также теоретические, в том числе, например, помимо военных и медицинских знаний Основ оказания первой медицинской помощи Еще и была такая, например, дисциплина Тест знаний основ физкультурно-спортивного движения в Советском Союзе и за рубежом И умение провести беседу в группе до 30 человек Это не только политизированный продукт Это действительно система физического воспитания Которую очень своевременно искали и предложили населению Которая во многом позволила этому самому населению выжить, выстоять Во время Великой Отечественной войны Многие наши герои войны неоднократно отмечали Что без комплекса ГТО с его прикладными, именно прикладными навыками Самое простое это стрельба, например Им бы не жить в этой войне, им просто не выжить Поэтому не надо относиться так прямолинейно и просто Это отличный пример, когда работает государство с обществом Деятельность Общественной палаты Российской Федерации, которую представляет Ульяновская область Во многом ориентирована на то, чтобы выстраивать правильный диалог между властью и гражданами Чтобы в будущем не получалось таких конфликтов и катастроф, как случилось в 2017 году Не могли бы вы подробнее рассказать о том, какие направления вы курируете и по каким направлениям вы представляете Ульяновскую область в Общественной палате? Спектр моих действий это спорт, физическая культура и спорт, культура, государственная молодежная политика и образование наука Вот в этом практически социальном блоке будут лежать мои изыскания и задачи В одном из первых интервью, после того, как вы стали представителем Ульяновской области в Общественной палате Вы говорили, что одной из ваших задач будет проведение фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта стран СНГ в Ульяновской области А на каком этапе сейчас ведется его подготовка? Это крупнейшее спортивное мероприятие этого года Почему важно приводить большие, не только спортивные, большие федеральные проекты в регион? Ну, прежде всего, с практической точки зрения, подобные проекты софинансируются То есть федеральные деньги выделяются для того, чтобы провести мероприятие И под это мероприятие регион решает массу своих задач Ну, инфраструктурных, улучшения инфраструктуры, делового общения То есть наполнение деловой программы общения не только спортсменов или ученых А и людей-практиков, которые работают в отрасли с точки зрения различных возможностей бизнеса Потом это культурная составляющая и событийный туризм, разумеется Ну и формирование различных дискуссионных площадок Это самое время проводить как раз общественные дискуссии, молодежные дебаты и так далее То есть вот подобного рода мероприятия, крупные федеральные мероприятия Очень важно приводить в регион И я надеюсь, что мне удастся содействовать наполнению программы региональной вот такого рода мероприятиями Фестиваль — это первое тому подтверждение Очень надеюсь, что в ближайшее время у нас ничего не сорвется Буквально сейчас в администрации президента идут согласования для того, чтобы форум Россия — спортивная держава Это крупнейшее событие отрасли, всей отрасли физкультурно-спортивной проводится раз в два года В прошлый раз был во Владимире И вот мы надеемся, что на 2018 год, уже на февраль, будет принято решение о проведении в Ульяновской области Это вот наша следующая задача Я просто вот каждый день уповаю на то, что все наши документы уже окончательно будут согласованы в ближайшее время По крайней мере, есть весь оптимизм так думать Что касается фестиваля Это необходимо делать Необходимо насыщать региональную программу такого рода федеральными крупными проектами Объяснила уже почему Фестиваль наша, ну, не первая ласточка, конечно Но очень значимое событие Нам надо показать, как хорошо мы можем делать Здесь нам нужно насытить деловую программу Потому что это, конечно, не просто для того, чтобы люди приехали и посостязались, а другие люди на них посмотрели Это все интересно, это все занимательно, это правильно Но есть еще много моментов, которые надо решить Деловую программу Там, например, заложены такие возможности, как круглые столы по частно-государственному партнерству Это очень актуальная тема сейчас Я приведу несколько круглых столов, в том числе по образованию Предложу некоторое количество учебных программ для разных учебных заведений Которые смогут между собой состыковаться и взаимодействовать Это очень актуальная тема Особенно в контексте того, что к нам приезжают страны бывшего СНГ То есть фактически за границей, зарубежные люди Для всех наших вузов, для всех абсолютно крайне важен показатель привлечения иностранных студентов Так вот, самое время показать свои возможности и привлечь студентов, аспирантов, магистрантов в свои учебные заведения Я имею в виду заведения Ульяновской области Ну, конечно, культурная составляющая Здесь Государственный музей спорта, который я возглавляю, ну, наверное, сыграет самую значимую роль Мы привозим очень большую экспозицию Это экспозиция, посвященная национальным видам спорта Она будет установлена в аквамоле То есть мы не пошли по принципу того, чтобы сотрудничать с каким-то музеем в настоящий момент И установить в каком-то конкретном культурном месте экспозицию Мы вот вынесли ее прямо в торговый центр, где все желающие, помимо того, что проводят свой досуг, там делают покупки Еще и могут получить такие культурные впечатления и, может быть, найти для себя что-то новое И на эту же площадку также выносятся награждения, дискуссии с молодежью на разные темы Вы уже сами понимаете, как член Общественной палаты Российской Федерации присматриваю разные возможности для продвижения, соответственно, Ульяновской области в Общественной палате Российской Федерации Для этого надо пробировать, провести взаимодействие, провести дискуссии с молодежью, с нашими различными экспертами Тоже очень своевременно будет сделать это на вот подобного рода площадке Ну и красиво, и проходимость большая, все-таки много к нам приедет гостей Ну и попросту это интересно Вы только сейчас перечислили направления, по которым вы работаете в Общественной палате И среди них упомянули культуру Вот интересно было бы узнать, как вы видите развитие культуры Ульяновского Ну, наверное, вы относитесь к музею спорта как к собранию каких-то кубков или старых спортивных маек Это не только так Я уже не устаю просто говорить о том, что спорт – это сложное социокультурное явление Состязательность в разных ее аспектах сопровождает всю нашу жизнь Все точнее жизнь человечества, начиная с древнего мира, даже первобытного общества, заканчивая современным человеком Мы состязаемся в разном Часто это телесно-двигательные практики, не только олимпийский спорт Но разные возможности для соревнований есть Спорт и подобного рода контекст проходит и в культурной среде Вы понимаете, что большая часть произведений художников, скульпторов, которые связаны с человеческим телом Опосредованно связана с физической культурой и с телесно-двигательными практиками Поэтому музей спорта – это гораздо более интересное явление Приходите, приглашаю вас к себе, посмотрите, может быть, тоже что-то понравится и захочется, не знаю, в чем-то себя попробовать новым Что касается моей работы по направлению культуры, конечно, это деятельность по созданию Ульяновского музея спорта Это очень амбициозный, очень интересный проект Я хотела бы сказать, что принято решение формировать музей спорта Ульяновской области на территории завода «Контактор» Очень медленно, сложно, но работа по этому направлению ведется Ну и Ульяновская область обогатится, во-первых, собственной историей спорта, которую обязательно надо собрать, изучить Это уже творчество моих коллег ульяновских, наша совместная с ними работа Предложить образовательные продукты для школ, для вузов и так далее Ну и, конечно, собрать всем миром артефакты, которые будут представлять, собственно, Ульяновскую область и ее сокровищницу спортивную Это так интересно, когда ты создаешь с нуля до уже сложного, интересного явления, которым будет гордиться вся область Что может быть лучше? В регионах есть музеи спорта Недавно я провела конференцию И приехала к нам порядка 44 региональных музеев Они очень разные, очень разные По-разному финансируются, разной правовой формы Но у большинства одни и те же проблемы И нами было принято решение об объединении работы своей, о создании единого информационного пространства Где мы могли бы, ну, во-первых, потихонечку формировать единый каталог спортивно-исторического наследия Чтобы мы, музейщики, и не только знали, где, в каком регионе находятся вот эти вот сокровища Да, вот эти жемчужинки, бриллианты спортивного нашего прошлого Ну, это по многим причинам важно, в том числе, потому что Чтобы не было убытков и не было никаких возможностей, скажем, забрать этот предмет И чтобы он не, ну, не дай бог, не продался куда-нибудь там за границу и так далее Вот, а потом следующая проблема, конечно, это методическое взаимодействие Это, ну, все как обычно, документы оборота, описание, близость к различным федеральным процессам Потому что, сами понимаете, что музеи спорта для Министерства культуры Российской Федерации Они, ну, не на первом месте, прямо скажем Поэтому для того, чтобы объединить усилия и для того, чтобы всем вот единым миром Мы представляли себя и отстаивали свои интересы, в том числе в федеральных структурах Нам и нужно было скоординироваться Поэтому мы собрались, поговорили, посмотрели еще раз друг на друга Совместили свои цели и задачи И решили создать ассоциацию спортивных музеев России Вот этим мы сейчас и занимаемся Если этот музей захочет быть членом ассоциации музеев спорт Это дело сугубо добровольное Никто туда, знаете, Ленин говорил, мы дубины в рай не загоняем Поэтому, в общем-то, не загоняем Хочешь, участвуй, не хочешь, не участвуй Но в сфере моей деятельности по сбору и сохранению спортивно-исторического наследия Существует огромное количество проблем Прежде всего, которые лежат в юридической плоскости Потому что спортивно-историческое наследие никак не защищено юридически То есть, например, если вывозят икону Понятно, что даже на таможне это все будет останавливаться Спрашивать сертификаты, спрашивать документы По причине которой вывозится данный предмет культуры Если мы, например, вывезем золотой мяч Яшина Коллекционной стоимости от 200 тысяч евро Нас никто не спросит, куда вы это везете, зачем Ну, везете и везете И не говоря уже о других предметах спортивно-исторического наследия Именно поэтому так важно собрать свою историю И сохранить ее правильным образом Зафиксировав в каталогах и защитив А Ульяновская область отмечена на спортивной карте страны? Если Ульяновску доверен один из крупнейших фестивалей Фестиваль национальных, а не олимпийских Вы думаете, это сделано на пустом месте? Нет, конечно Ульяновск известен своими традициями, спортивными традициями В основном, конечно, они лежат в плоскости неолимпийских видов спорта И в этом нет ничего плохого Вообще вся федеральная политика в области спорта делится на спорт высших достижений и массовый спорт И вот в массовом спорте это сейчас самый-самый значимый аспект Самый сложный аспект привлечения населения к регулярным занятиям физической культуры и спорта Спорт — это социальное явление, социальный индикатор качества жизни И как раз в этом направлении медали — это отлично, но качество жизни, качество здоровья, долголетие, красота и так далее Вот именно это направление самое приоритетное, я считаю, для политики и региона, и нашей страны Вы сказали про развитие массового спорта в Ульяновской области Но, наверное, это будет очень трудно собирать артефакты в музейную коллекцию, которые связаны с массовым спортом Как раз очень-очень несложно Потому что есть такие спортивные традиции, которые как раз лежат вне олимпийских видов спорта Даже вне спорта высших достижений Например, марафоны Когда мы говорим о сборе артефактов, мы в основном говорим о каких-то мемориальных вещах Это совсем не обязательно Есть явления в нашей культуре, в нашей физической культуре, которые имеют давние традиции Это с одной стороны Я привела как пример марафон Второе, что касается экспонатуры Интересно показывать динамику развития спортивной, например, экипировки От начала, от самых архаичных предметов до современных И, например, именно в Ульяновской области активно развивается, например, хоккей с мячом И всю атрибутику, всю экипировку можно именно здесь найти Практически в других регионах такого нет Поэтому сбор экспонатуры будет, безусловно, большим явлением в жизни региона И очень интересно, мы найдем очень много всего занимательного Здесь даже сомнений нет Ну и в заключение о более глобальных перспективах Какие направления вы считаете приоритетными в ближайшее время и в ближайшем будущем? После 2017 года Уже на 2018 год у нас запланировано как минимум два очень больших мероприятия Такого тоже федерального уровня Которые с многих точек зрения будут воздействовать на жизнь региона Ну это прежде всего чемпионат мира по футболу В 2018 году у нас проходит Поэтому целый комплекс разных мероприятий будет посвящен этому Ну и вот я очень надеюсь, что у нас все получится с форумом «Россия – спортивная держава» Это что касается 2018 года Ну не хочу хвастаться Но я буду стараться, как член Общественной палаты Российской Федерации от Ульяновской области Чтобы каждый год у нас были подобного рода мероприятия Моя задача в том числе не единственная, но важная Это приводить в регион крупные мероприятия Культурные, образовательные, научные, спортивные Я бы хотела также отметить, что сейчас, пока еще действует предыдущий созыв Общественной палаты и Ульяновской области, и Российской Федерации У нас, вновь избранных членов, есть возможность и необходимость обзавестись помощниками Это очень важный момент, потому что для каждого члена Общественной палаты Российской Федерации Необходимо иметь несколько помощников И мы приняли решение, что необходимо объявить конкурс свободный Для всех тех людей, которые хотят поработать со мной Поработать помощником члена Общественной палаты Российской Федерации Всю информацию можно узнать на моей странице в Фейсбуке Заходите, подписывайтесь, есть все контактные данные, вся полная информация А также на сайте Общественной палаты Ульяновской области Мы надеемся, что все те, кто захочет проявить себя на общественно-политическом поприще И в дальнейшем составить, возможно, свою уже сольную карьеру Пришлют свое резюме и захотят посотрудничать Я очень жду амбициозных, квалифицированных, деятельных, молодых людей любого возраста С которыми мы сможем составить партнерство на ближайшее время О работе в Общественной палате Российской Федерации Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!